Дальний Восток расширяет границы. Получить гектар, выплаты на третьего ребенка и другие льготы нашего округа теперь смогут жители еще двух субъектов России. В ДФО вошли два новых региона, которые давно тяготели к Дальнему Востоку, но административно относились к Сибири. С подробностями Мария Ижевская. Теперь в составе Дальневосточного округа 11 субъектов. Сибирь покинули сразу два региона. Согласно указу президента, Республика Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Без того самый крупный округ стал еще больше, почти на 80 миллионов гектаров. Теперь его площадь это 40% территории страны. Численность населения увеличилась более чем на 2 миллиона человек. Теперь на Дальнем Востоке живет 8 миллионов россиян. Новые дальневосточники надеются, что переход в другой округ даст им преимущество в социально-экономическом развитии. Есть преимущество в развитии туризма. В плане того, что есть электронные визы. Они используются только в рамках Дальневосточного федерального округа. Есть налоговые льготы и упрощенная система формирования территории, опережающей социально-экономического развития. Еще больше жителей Бурятии и Забайкалья интересует присоединение к программе «Дальневосточный гектар». Сейчас важно подготовиться и приступить к использованию механизмов развития Дальнего Востока. Некоторые из них я упомяну. Территория переезжающего развития, инфраструктурная поддержка новых строящихся предприятий, бесплатное предоставление гражданам гектара, чтобы как можно быстрее люди почувствовали улучшение в качестве своей жизни, в условиях их жизни. Жителей новых регионов поздравил в своем инстаграме министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Добро пожаловать жители Бурятии и Забайкальского края. Дальневосточный регион стал больше, но увеличивать его численность просто за счет присоединения других регионов не та задача. Надо, чтобы был естественный прирост, увеличение рождаемости, снижение смирности и чтобы люди с Дальнего Востока не уезжали. После присоединения к Дальнему Востоку новых регионов, скорее всего, расширит свои границы свободный порт Владивосток, а в Бурятии и Забайкале появятся свои территории опережающего развития. Мария Ижевская для программы Новости.